Диан говорит, я пыталась твои лекции тут на ютюбе найти, но как бы где лекции? Поэтому будем зайцем снимать, зайцем, как обычно, с телефоном в руках Бизончик нарисован там, да, в Альтамире, где 30 тысяч лет до нашей эры Вот это уже начинается искусство В галерее Дель Академия, да, во Флоренции, он там голый, абсолютно То есть я снимала небольшие короткие видео Караваджо, картина, они сказали жестокость И за это гугл не дал мне его вообще промоутировать, ну что, его сделать Я только в самом начале, в самом начале Балуюсь еще с пирамидками на коврике Я бы сказала так, я реализую собственную страсть Ну как раз там очень забавная история, да, такая выключенная Вот значит, сейчас у нас последняя сцена будет, да Мы пишем сегодня про картину художника Жак-Луи Давида 19-го столетия, которую написал Марата Смерть, смерть Марата, да, в общем, деятеля французской революции, такого самого кровавого Который страдал дикой экземой кожной, и у него летом она усиливалась от жары И вот он подписывал смертные приговоры, и когда он начинал чесаться, все знали, что сейчас будет просто Он начинал под пачками людей отправлять на гелетину Единственное, что немножко снимало вот этот вот эффект, да, того, что у него кожу, зуд, ванная Он сидел в ванной сутками и продолжал работать Это действительно потребность, свои знания полученные и свои какие-то навыки, да И свою, может быть, ну, некую любовь к этому делу, вообще, собственно, к искусству Но, собственно, ее реализовать Я решила делать в видеоформате Часть людей периодически, которые были на картине, они объявлялись врагами республики И, собственно, Дамит вынужден постоянно там кого-то затирать, кого-то убирать, переставлять, менять всю композицию Потому что, ну, как бы, не гоже было художник у революционной Франции, да Вдруг врагов режима здесь на картине рисовать На самом деле ориентируюсь, как бы, в первую очередь на то, насколько это можно интересно подать Потому что, все-таки, есть вещи, которые мне очень нравятся с точки зрения художественной Ну, я говорю, опять же, например, вот Рембрандт, он писал автопортреты свои, обожал И вот он себя с самого юного возраста, до самой глубокой старости, он пишет и пишет Он там пишет их много, не знаю, больше 30, наверное И, как бы, на каждом автопортрете он прослеживает то, как он стареет Как у него меняется жизнь Как бы у него меняется в процессе, вернее, жизнь Это отражается на нем Но, как бы, эти вещи, их здорово смотреть Как бы, про них рассуждать Но рассказать о них на Ютьюбе кратко, емко и интересно Мне будет, например, сложно Потому что вообще говорить там об автопортретах, это довольно трудно А вот, например, есть какой-нибудь, ну, не знаю, какой-нибудь Мой любимый Веласкес Который на самом деле мог создать настолько сложные Изощренные и совершенные технические вещи Которые могут поглотить зрителя Но при этом совершенно ему не раскрыться Конечно, если этого не захочет сам художник И вот он написал Миними И в этой работе там не просто инфанта Маргарита и портрет там Габсбургов А он там просто целую политическую программу развернул Как бы, да, и вот про это интересно рассказать То есть открыть секрет этой картины То есть, наверное, здесь сразу два фактора Первое, это интересная история, связанная с произведением искусства Так или иначе, что рассказываем мы историю А второе, это личная моя заинтересованность в этой работе Да, Настя подделывала записку, реально, сама Которая была в картине Жак-Луи Давида Соответственно, смерть Марата И на самом деле, когда его убила Шарлотта Карде в ванной Да, зарезала Она ему до этого записку прислала Где она написала, что я раскрою имена Всех врагов республики в моем родном городе на севере Франции И он ее сразу принял И в записке было написано это Но, конечно, когда Давид его писал Он тут написал какое-то прошение Потому что Марата был Амидио Пепель Друг народа Он просто подписывал на эшафот бумаги И, в общем-то, среди этих бумаг в ванной он был убит Режиссер на площадке Так, мы снимаем с двух камер Нам нужно на первый раз Мне очень нравится эпоха барокко Мне очень нравится все такое, может быть, чрезмерное Мне нравится Бернини, мне нравится Веласкес Мне нравится в чем-то Ну, да, мне нравится даже Давид Потому что вокруг его Марата О котором мы сегодня разговаривали Тут даже не столько художественные качества Здесь просто сама вот эта история того, как человек Настолько может, условно, поддаваться своим заблуждениям Когда низкое становится высоким Обыдобое и грязное Внезапно монументарном веке Не это ли лучшее свидетельство исторического клиента? На самом деле у меня именно сын Он как-то запустил эту любовь к искусству Вот через него я пришла к этому Потому что до этого времени меня вообще не интересовал пантеон Я путала пантеон и парфенон Мне было вообще плевать на этот пантеон Я в бар напротив пантеона Меня интересовал гораздо больше То есть пицца, паста, вино Танцы, караоке Вот все что угодно Но как бы в музей я в буфет сначала шла Это, в общем-то, ну, реально так Это не было знакомо Греции Потому что там храм все-таки воспринимался снаружи Как пластическое тело Это был дом божества Пантеон же представляет из себя не просто другую логику Это по-иному организованное пространство И я забеременела Я ушла из профессии корреспондента как раз тогда Ну, меня так вежливо как бы попросили Что уже просто, ну, 5-5 месячный срок Это было нельзя работать И я думаю, что же мне делать А мне было так скучно И ты как бы не понимаешь, куда себя, да Как куда себя привязать Вот это ходишь, как бы У тебя куча свободного времени появляется резко без работы И, собственно, беременна мало что можно Из моих предыдущих увлечений, которые я перечислила Я начала ходить в музей волонтером Вот я не знаю почему, в Пушкинске И когда родился Даня, опять же, у меня было очень много времени Я начала просто читать какую-то литературу Сначала про искусство, так, между делом А потом я поняла, что чтобы эти знания систематизировать Ну, нужна структура Структуру дает вуз Ну, собственно, я пошла на классическую У нас вот, да, историю искусств Которая кафедра исторического факультета МГУ То есть я, получается, в 25 лет только поступила На третье образование И, наконец-то, бинго Ну, слава богу Потому что тогда, после мировой политики и журналистики Я поняла, что это все не то И это очень скучно Очень скучно жить, когда у тебя нет любимого дела Это прям... И я была волонтером, знаете, мне там давали работу Типа раздавать аудиогид Ну, то есть, как бы я не имела отношения к искусству И вдруг однажды меня попросили Уже в музее Москвы Это был не... Ой, не музей Москвы Это был МАМ А это был не Пушкинский И меня попросили выступить Ну, типа, у них там, знаете, такой день был Когда сами посетители рассказывали о картинах Ну, как-то так И я говорю, можно я там тоже расскажу? Мне дали какой-то зал Там были импрессионисты Я даже не помню Но я тогда вообще в этом не ориентировалась Говорит, ну, подготовьте про этот зал экскурсию И вот я такая, типа, с нуля взяла там что-то Подготовила каких-то фактов И начала рассказывать И за мной люди стали ходить, слушать И мне стало так кайфово Меня поразило, на самом деле Как Ютуб себя ведет Потому что они пишут Ну, ты обнажен в кадре Давид голый Давид стоит в галерее Дель Академия Да, во Флоренции И он там голый Абсолютно Поэтому вот мы снимаем Я стараюсь обходить там какие-то острые моменты Это я буду рассказывать отдельно в шорт Там, например, как бальзамировали Марата Его бальзамировали, чтобы могли дойти руку ему поцеловать Так вот рука отваливалась у него постоянно И приставили руку от другого труда Блин, какой ты сюр Ну вот, французская революция Такая она вся Когда я на камеру, я волнуюсь Потому что больше присутствуют другие люди И я понимаю, что они тоже меня слушают Вот какой-то такой момент Сама камера меня вообще не пугает Плюс там есть монтаж Ну, вырежут Ну, залачат Вот, поэтому скорее, да Тут интерес рассказа Мне говорят, как вы столько запоминаете? Ну, вы видели Вот так лежит текст И я просто построчно Люди думают, что я сходу вот так рассказываю Мне кажется, что это вообще очень трудно сделать У нас на самом деле режиссер делает арскадрорку Но у нас больше даже оператора здесь играют роль Они вот два парня, у меня оператора работают на площадке сейчас Художник по свету Вот, и режиссер у меня же пока и звукорежиссер Раньше я вообще писала вот так на айфон свои видео Я держала телефон вот таким образом И все никто не понимал И все сказали, почему мы с телефоном в кадре А я просто писала звук У нас такие первые ролики были совсем кустарные Так классно Это все-таки ордер Потому что здесь не просто столб и арка Это именно колонны Но это были музеи Ты знаете, когда ты едешь, например, в Италию Незаконно проходишь в музей Тебе надо, чтобы мало того, что снять Так еще и нормально надиктовать И, конечно, там где-то в Уфице Ты вот так с телефоном Пока какая-нибудь бабулька или там бежит Или директор этого зала, я не знаю Я уже смотрю, идет охранник И мы с Настей быстро бы течели, быстро Да, такие ролики по 3-5 минут Это было круто, конечно Поговорите Мы здесь видим, как единичное встраивается в огромную целостную множественную систему Почему, допустим, не знаю Мне нравится Италия Вот итальянцы, они как бы Они очень телесные Они очень любят жить Да, вот у них даже по искусству это видно Они любят тело, много тела У них все вот это вот изобилие Много вина, много тела, много еды И вот как бы Но при этом это очень все красиво И мне как раз нравится Я не очень люблю, когда это разделяют Я считаю, что как бы как раз через физику Вот через тело, да У нас же все эмоции формируются в теле У нас все переживания формируются в теле Поэтому это неразрывно связанные вещи И вот здесь Брунелески выражает те принципы Которые свое полное воплощение получит в капелле Патце Это пространство он делает центрическим Ставит сверху купол Систент начинает осмыслять пластикой Делит ее условно на три части Это значит, каннелированные пилястры внизу Поддерживают антамблемент, который пробегает по всей сокрестии У меня с моделью гораздо хуже модель, чем, наверное, искусствовед Вы знаете, это был такой период, когда Как бы нужны были деньги Ты учишься на первых курсах У меня нет знаний пока никаких, по сути Ну, ничего, кроме, собственно, внешности И то в модельном бизнесе это было так себе Потому что рост нужен выше Для того, чтобы ходить по подиуму Я была на самой нижней грани А для фото слишком яркая внешность Очень сложно перевоплощать Ну, просто вот интересно Про красоту, про женскую Это тоже такая тема Вот она есть как бы такая тиражируемая Вот у меня, наверное, вот такая более типажная То есть когда там глаза, губы Ну, я же как бы понимаю все примерно То есть это всем более понятно А, например, у моделей часто ты должен поменяться Да, на фотографии вообще Тебя должен рисовать новое лицо Вот со мной было сложно Мне очень часто говорили У вас фактура типа сильная А Максим, я снималась до этого в рекламе Ноки И они меня увидели И у них была рубрика типа Кто эта девушка из рекламы И они пригласили меня Но им было очень тяжело Они еще хотели более откровенных фотографий И я им, в общем, не дала Ничего себе Больше как бы снимать до белья Я говорю, не, ребята Дальше уже я не пойду Я еще учусь и говорю У меня сейчас выйдет выпуск Там и так ажиотаж просто был на курсе У меня муж, он до сих пор в багажнике Наверное, этот журнал возит Он как раз тогда за мной ухаживает Стала Тут, ничего себе Когда деньги, в общем-то, я заработала То потом мне уже стало это не очень интересно Я, в общем, оттуда быстренько ушла Очень забавная история Очень забавная история Ушла с картиной Клятва в зале для игры в мяч Такая, знаете, прямо классика конъюнктуры Значит, 20 июня 1789 года Депутаты от третьего сословия Пришли, да, в Версальский дворик, собственно, на собрание Должны собраться все сословия, да, такое заседание условно Как Госдума В общем, они только шли, а двери были закрыты Их не впустили Эпоха просвещения, та, которая страшная Началась она с английской революции, а закончилась французской Собственно, эпоха просвещения, эпоха разума закончилась тем, что короля отрубили голову на гильотине Считается, что с этих пор, как бы, да, искусство потихоньку исчезает Какие-то духовные составляющие И говорят, что вроде как причина была не политическая Просто у короля умер сын И он был месяц в травме, который, ну, по этикету, да, не предполагал каких-то общественных собраний Но этим депутатам вроде как это не объяснили, да, они почувствовали себя оскорбленные В средние века, когда кто-то что-то делал, например, да, или, ну, как бы, индивидуальность художника личная Она подчинялась общепринятому регламенту То есть не мог, он выражал себя, конечно, художник там, эпоха барокко себя выражал Но был над ним огромный ценз Будь то церковь, государство, религия, не знаю, что угодно Личные свои психологические проблемы или сексуальные фантазии художник не мог реализовать, не мог С девятнадцатого века вот эта индивидуальность личная начинает выходить наружу Когда у тебя нет заказчика главного государства, например, или церкви А у тебя есть индивидуальный, у тебя есть какой-то клиент, да, условно, человек И первый, который попался в зал на пути, это был зал для игры в мяч И вот они там все собрались и торжественно постановили, что они будут собираться до тех пор, пока не будет принята новая конституция Ну, по сути, это событие, оно как бы и запустило в руках революции Как только разум становится во главе угла, то хоть Гойя как бы и рисовал нам, что он, да, сон разума порождает чудовище Но я бы сказала, иногда его бодрствование порождает чудовище Иногда разум надо усыпить для того, чтобы что-то произошло И, к сожалению, вот с этого периода, то есть, да, восемнадцатый век, девятнадцатый, один из самых бездуховных И начался какой-то трэш-угар То есть постепенно мы идем к двадцатому, когда вообще все, конечно, миф С другой стороны, это же ведь нормально Античный миф когда-то был очень активным и интересным Но потом он изживает себя Мы не верим Зевсам, мы не верим уже этим богам, да, мы не верим в эти полотна огромные, где они изображены Потом христианский миф пришел, да, про христианская идеология, христианская вера И она очень много питала, на самом деле, образа Вся эпоха барокко, она, конечно, очень верующая такая А потом и это выродилось То есть людям постепенно нужно что-то еще Вся эпоха барокко, она, конечно, очень верующая Я, на самом деле, обычно даже свои лекции заканчиваем изящно на модерне То есть вот рубеж 19-20 и как бы все Потому что, во-первых, я действительно его хуже знаю Объективно меньше, почему-то ему как-то время не уделялось 20-му столетию Во-вторых, все равно для меня это сложно Там есть очень хорошие мастера, там есть очень хорошие художники Они все еще есть Федор Шехтель как бы опробировал своим творчеством разные варианты стиля модерн Например, первые его опыты связаны с такой неоготикой Вариантом неоготики это особняк Морозова на Спиридоневке Это мог быть и классический модерн, как особняк Ребушинского на Малой Никитской Это могли быть реминесценции на неоклассику, как его собственный дом Шехтеля на Большой Садовой Но в плане, наверное, какой-то целостности образа его воплощения для меня это все-таки до 20-го столетия Потом мне кажется, что что-то начало биться на фрагменты Как бы техника исполнения задачи начинает преобладать над тем, что в ней реализовано То есть краска начинает жить до цвет своей собственной жизни Он не привязывается уже к форме, к образу То есть все начинает потихоньку как бы распадаться А главное человеческий образ Когда Пикассо, например, пишет своих авиньонских девиц Это как бы девушки из борделя И он их еще режет на такие фрагменты Они как бы разбитые, как на куски тела и заново собранные Вот вы понимаете, в этих девушках это три грации Рафаэля Это длинный путь у этих фигур И он его знает прекрасно Он знает какую традицию, он ломает сейчас от колена, но он ее ломает Он все время говорил, я как Рафаэль могу Он говорит, я хочу рисовать как ребенок Он как бы разбивает человеческое существо А ведь человек, начиная с Зевса, который был античным богом И наделен полностью человеческим телом, и весь пантеон Рим, все боги наделены полностью человеческими телами А образ на иконах Христа, Богоматери и так далее Это человеческое лицо То есть в чем-то человек был неприкасаем Но с этих пор вот началась жизнь того, что тело перестает как бы человека быть священным Можно там отрубать руки, можно превращать его в полусвинью Это правда, есть такие, ну, произвели искусство, скажем так Мне это не нравится То есть вот мне как бы, я через свою моторику, своего тела, как и любой человек Я это все воспринимаю и на себя проецирую в чем-то И я понимаю, что когда так поступают с человеческим образом, это значит сбой системы Цюрихе в Швейцарии Я тогда только начинала учиться Я приехала на Бейнале современного искусства Мне казалось, что это просто что-то нереальное В общем, главным экспонатом были тонны высушенного дерьма Жители Цюриха Они его вот так вот выставили Это был арт-объект Это ужасно, пахло, находиться там было долго и невозможно Что вот как бы, да, это какая-то социальная история Это что-то там, мы должны подумать о своем потреблении Может быть, я не знаю, но неважно Но к искусству это вообще не имеет никакого отношения, это объективно Просто искусство это слово искусно сделанный Это вещь, на которую затрачено время Это человек, который владеет этим ремеслом очень хорошо, да, который он делает И, естественно, это определенный художественный образ То есть, как бы, просто красиво сделанная вещь Она может быть любой Сумка, я не знаю, там, стул Но мы не будем это изучать в истории искусства Мы изучаем там, знаете, как бы, пиковые моменты Когда образ, какой, некий образ Был реализован, да, воплощен в материальной форме Будь то здание архитектурное То есть, мы сарай не изучаем, мы изучаем собор Потому что там определенная идея есть, да Определенный, как бы, образ Образ Бога в готическом соборе четко прослеживается И после этой Бейнале прекрасно у меня мама Она не искусствовет, она юрист Но это было так смешно, потому что она говорит Слушай, говорит, отсюда есть два пути Нам с тобой либо надо пойти в музей изящных искусств То есть, на классическое искусство Либо в церковь У меня очень часто современное искусство Оно, к сожалению, рождает вот это опустошение А по-хорошему должно быть вдохновение Должно быть, в общем-то, что-то другое Вот я это просто чувствую А ты выходишь, и ты, как бы, немножечко прям устал Ну, давай еще расскажу Друзья, а все помнят про конкурс? Я вообще-то все еще здесь Сижу в этой ванне, жду от вас ваших работ Пожалейте старушку, уже очень хочется вылезти Отмечайте Дарти Ди, я жду ваших картин Для того, чтобы искусство обрело, да, новую какую-то И форму и содержание Должна быть какая-то история духовной вот этой вот подоплеки Что-то должно питать На, как бы, почве, которую не удобряли, да Не смогут вырасти какие-то и адекватные вещи То есть, соответственно, если у нас, ну, бетон Из него не полезет ничего Нам нужно сделать хороший такой компост А для этого вот туда, вот общая атмосфера должна быть другой И сменится какой-то климат вот духовный внутри У нас вроде и слом идет Но, с другой стороны, общество все равно потребление Очень жесткое И уже какая-то, я говорю, да То есть, тут должен либо сильно трухануть Ну, вот, видимо, это происходит Люди начнут просто, да, мастера начнут творить То есть, их должно что-то для этого все-таки Герои, они не с пустого места как бы рождаются, да И гении тоже, я считаю Жизнь, качество жизни меняется, когда ты свое находишь Чем бы оно ни было Оно не приносит каких-то там, да, доходов баснословного То есть, у меня на это, ну, как бы не рассчитан сам проект Он скорее, да, просветительский Но внутреннее – это абсолютное удовлетворение То есть, когда ты четко знаешь, что ты делаешь то, что тебе, ну, что ты умеешь И главное – фидбэк очень хороший То есть, отклик, модные слова Отлик от аудитории большой Это в комментариях, это в личных сообщениях Благодарности – это классно Если бы со стороны, да, не было отклика на то, что я делаю То я бы очень быстро перегорела Потому что, ну, делать просто что-то ради самого себя Это очень, опять же, скучно Ты просто такой, ну и что А люди, ну, как бы, люди очень сильно меня, на самом деле, поддерживают Комментариями, своими текстами, своими благодарностями И у меня оттуда То есть, я понимаю, что если, ну, как бы, это просто нужно Это значит, это нужно Второй момент – это творчество Безусловно, когда мы что-то делаем красиво Когда мы что-то делаем На самом деле, процесс подготовки у меня гораздо интереснее результата Я даже иногда, я вам скажу такую крамольную вещь Я могу не пересматривать ролики свои Даже не смотреть их готовыми У меня Настя за это просто говорит Ты что, с ума сошла, почему ты не смотришь на YouTube? Я говорю, да я не хочу, я уже в другом Я уже делаю другой текст, я готовлю в другой план То есть, все, это уже, типа, результат Он всегда, как бы, вторично подношение к процессу Какие-то решения, свет Как он рисует, художник по свету работает Как работает оператор У меня это всегда Ну, вообще, я понимаю, что это какое-то дело Которое мы делаем Еще и художественно значимая, эффектная вещь Кроме информации Чистой информации Супер Стоп Мы все Снято Здравствуйте Про реализацию, да Про то, что ты в какой-то момент понимаешь Что если ты орудие в руках Всевышнего Так или иначе, я хочу так быть У меня, как бы, есть такая мысль Что все-таки Мне очень хочется выполнять, условно, ту программу Которая для меня была заложена И не сбиваться с этого пути Когда ты понимаешь, что ты через себя реализуешь Определенную задумку И что ты, как, да, ты в чем-то инструмент Но ты четко попал на это Вот тогда, наверное, и происходит вот это Потому что ты просто чувствуешь, что сейчас Ты четко на своем месте И ты выполняешь план Который вообще, как бы, гораздо больше, чем ты сам Чем твои собственные планы, да И, ну, говорю, вот это ощущение проводника Определенной идеи Я не знаю, как это сказать даже, да, еще иначе Но когда ты это воплощаешь Вот тогда это удовлетворение становится не просто от себя Ты нашел, да, ты вот встроился вот в эту систему Которая где-то, я надеюсь, я верю в это, что она задумана Которая где-то, я надеюсь, я верю в это, что она задумана